Бельских лицеистов приглашают на учебу в российские вузы. Речь идет о Санкт-Петербургском государственном аграрном университете и Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете. Примария уже объявила о начале приема документов для поступления. Заявления принимаются в кабинете номер 419 по вторникам и средам с 14 до 17.00. Телефон для справок 0231 546 72. Заявка подается лично кандидатам на поступление, либо представителям образовательного учреждения. С образцом заявления можно ознакомиться на сайте Управления образования молодежи и спорта ДИЦ-БЛЦМД Релати Экстерне. Напомним, что бесплатно учиться в российских вузах бельские ребята могут благодаря мэру Рената Усатому, который в 2015 году заключил соглашение о сотрудничестве с представителями российских регионов, а затем подписал договоры с университетами Российской Федерации. В 2016 году бельцы посетила российская делегация в составе министра образования Нижегородской области Сергея Наумова, заместителя министра Александра Ушакова, ректора СПБ ГАУ Сергея Широкова и ректора АнГИЭУ Анатолия Шамина. Рената Усатый тогда заявил, «Сегодня в Молдове не самая простая социально-экономическая и политическая ситуация. Есть определенные неудобства и серьезные проблемы для молодежи, которая хочет получить образование. Сокращается количество школ, в том числе и школы с преподаванием на русском языке. Вместе с тем у нас много талантливых ребят из небогатых семей, которые не в состоянии реализовать свой потенциал. Благодаря нашему сотрудничеству многие из них смогут учиться в престижных вузах России, особенно в тех, где профилирующие специальности относятся к сельскому хозяйству, традиционному сегменту молдавской экономики. Молдова испытывает серьезные кадровые проблемы. Мы постепенно превращаемся в государство юристов и экономистов при остром дефиците кадров по техническим специальностям. Уверен, что те школьники, которые станут студентами в российских вузах, которые вы представляете, будут качественными специалистами и в свою очередь это будет содействовать развитию наших отношений.